Несколько спонтанно, дурацкие встречи в Петербурге, о чем еще поговорить, как не про Париж, а про Берлин. Просто Париж я как бы люблю и не люблю, а вот с Берлином все очень сложно. Сложно, во-первых, потому что... Ну, есть, допустим, путеводители по Берлину, да? То есть вот ты их почитаешь, и ты понимаешь, что когда начинаешь ходить по тем локациям, которые там описаны, что нашему человеку это как-то не очень интересно. То есть если в Париже, как я вчера рассказывал, там и эти Д'Артаньяны, и Наполеоны, ну, то есть это все, что мы понимаем, да? Вот Боярский, вот Торт, вот, значит, все остальное. А в Берлине сложно. Самая главная причина заключается в том, что его разбомбили практически весь. Подчистую. Но, тем не менее, я наметил там маршрут, и вот повозив уже, по-моему, 3 или 4 группы, свозив в... А где это? А, вы рассматривайте, я тут просто в камеру покажу, потом отдам. Да, вот такой чудесный альбом сделала одна из моих членов тоталитарной моей секты. Все это собрала. Огонь, конечно, на самом деле. Мне очень понравилось. Тут всякие, особенно из наших чатиков ватсаповских. Мы когда были первый раз, с нами были два местных человека, мы их называли пленные немцы. Наши пленные немцы, которые они шпрехали, я-то не шпрехаю. Но, кстати, в Берлине совершенно не обязательно шпрехать. И это первое отличие, кстати, от Парижа, что там с английским все хорошо. Хотя мне говорили, что нет, что немцы плохо говорят по-английски, не знаю. Я, особенно в Берлине, все мне было замечательно. И я наметил там свой собственный маршрут. И, честно говоря, очень комплексовал, когда повез туда первую группу. Мне казалось, что все, что я придумал, все абсолютно не интересно никому. То есть, это чисто мои какие-то тараканы. Но выяснилось, что я прям попал в точку. Более того, я же намечал его на велосипеде. Я вот прям реально уже, я не знаю, может быть, это в силу опыта. Но вот прям все то, что я наметил на велосипеде, потому что я же не знаю, как мы ходить будем. Все вот оно вот прям так и легло. Вот. Единственное, что потом уже я на второй раз немножечко поварьировал. И на третий раз еще раз поварьировал. Поэтому я сегодня собрал какие-то моменты, которые мне интересны. Поэтому о том, что мне интересно, я буду и вам рассказывать. Начну я с... Я буду вставлять такие наблюдательные всякие штучки. История, которую я тоже все время рассказываю. Я там несколько раз останавливался прямо в центре, рядом с бывшим парком Монбежу. Точнее, он сейчас называется. Там был дворец, где наш Петр Первый в свое время останавливался и бухал там просто как черт. И наше посольство там тоже останавливалось и тоже этим занималось. Им говорили, может, вы хотите на экскурсию? Они говорят, нет, нет, спасибо. И там как бы во все тяжкие в этом самом дворце Монбежу. И там воркаут. Я всегда, когда езжу за границу, я первым делом вычисляю бассейн. И вторым делом я вычисляю турники. Значит, в Берлине немножко лучше с турниками, чем в Париже. Вот одни из них находятся прямо в этом парке. И поскольку я всегда езжу вне сезона, вне сезона очень быстро темнеет. А в Европе очень это популярно, особенно в Германии, вот эти вот такие фитнес-кроссфитовские истории, когда люди собираются компаниями на открытом воздухе, тем более там тепло, в отличие от нашей Россиюшки. И вот они там занимаются все хором, там музыка кричит. И темно, поскольку они еще приносят с собой такие фонари, и они так светятся в ночи. И вот ты, значит, занимаешься тоже вместе с ними, и просто краем уха слышишь какая-то музыка, вот такие в темноте прожектора, и такие шноля, шноля. И у тебя такие какие-то флешбеки начинаются. А когда где-нибудь в транспорте ты слышишь «Я воль», то ты как бы, ну, то есть я не могу на это реагировать просто. Я уже говорил в одном из своих выпусков, я когда иногда смотрю на некоторые лица немецкие, вот я думаю, вот просто вот одень ему в форму сейчас, и прямо на Ленинградский фронт, реально, да. То есть особенно в Баварии я был, в Мюнхене, и там вот уже совсем на юге, там вот прям такие чистые арийцы, они все-таки подтянутые, такие спортивные немецкие барышни. В общем, все хорошо. Ну, это как бы заглавная фотография, гениальная фреска на, соответственно, на берлинской стене. Это же не придуманная история, это же реальная фотография, да, то есть такой долгий поцелуй к крепкой мужской дружбе. То есть я думаю, что сейчас, если бы это, представьте, Трамп бы с Путиным вот так вот, весь интернет был бы заполнен всякими мемами, в Америке там куча карикатур, особенно на фоне нашей, ну, достаточно гомофобной повестки дня в России. В то время это вообще никого не смущало. Ну, все подхихиковали, конечно, но тем не менее. Вот. И там, на самом деле, есть еще несколько фресок с нами связанных. Это я уже в третий раз, мы просто ездим обычно в Трептов парк, и потом мы возвращаемся на площадь Роза-Люксембурга. Там есть такой дурацкий отрезок, где я не знаю, что рассказывать вечно. И вот на третий раз я сказала, давайте туда не пойдем, а хотите к стене. Всегда хотим. И вот мы туда и пошли. Это вот изначальный план Берлина. Он, как и все города на реке Шпрее, вообще он слился из двух городов, Кёльн и Берлин. Как обычно, есть стена, которая потом была разрушена. То есть вот эта вся территория, это, ну, вот она вот реально такая вот. Тоже как в Москве в пределах, там, не знаю, Бульварного кольца. Очень небольшая, средневековый городок. А вот это вот Унтерден Линден. Это улица, которая сейчас, ну, примерно так же выглядит, только ездят автомобили. Виднеется, соответственно, дворец, который был потом разрушен и потом восстановлен. И вот эта вот статуя, это статуя Фридриха II. Значит, вот здесь я просто хочу вам сказать одну вещь. Да, и здание Арсенала, я покажу вам его изнутри. Как оно выглядит, там очень потрясающие скульптуры стоят, в частности, Владимир Ильичаев. Там есть скульптура. Да, все, мы до этого дойдем. Фридрих II – это человек, который вывывал с тремя бабами. Значит, с кем? Елизавета Петровна. У нас в России Мария Терезия, значит, в Австрии. И, ну, как бы там был Людовик XV, на самом деле, мадам Помпадур. Да? И он так ее ненавидел, он свою собачку назвал мадам Помпадур. Ну, и, в общем, короче, вы же понимаете, да? И в первый-то раз мы вообще в Берлин вошли именно тогда, в ту эпоху. И все думали, я не буду вдаваться деталям, мне сейчас главное надо сказать, все думали, что все, все потеряно, все, все, все. Но тут в России происходит то, что умирает Елизавета Петровна, и на престол входит Петр III. А Петр III – большой фанат Фридриха II. И все. И этот случай получил название «Бранденбургское чудо». Ну, потому что Бранденбургский дом. То есть, когда все вроде потеряно, но вдруг бабах, какая-то волшебный поворот судьбы. И вот, так вот, это чудо Бранденбургского дома очень сильно к концу Второй мировой войны начало волновать Адольфа Ялоссовича. У него на стене висел портрет Фридриха II, это был его кумир. И он был абсолютно уверен, что если этому парню свезло, ну, может, и мне, как бы, тоже свезет, типа, ничего, что они немножко разные были по характеру, по натуре Фридриха сложная судьба на самом деле. У него папа был такой, это вот типичная история, когда папа хочет, чтобы сын там был в муштре, а сын хочет на флейте играть, да, ну, и как бы, и так далее. В общем, там его соратника казнили прямо у него на глазах, то есть, ну, в общем, жесть. А это изначально, как выглядела эта улица Унтерден-Линден. Унтерден-Линден – это под липами. У нас тоже пытались липы сажать, но только у нас не Берлин. У нас липы не прижились, поэтому остановились в итоге на Березах. На Невском проспекте были две конфигурации бульваров. Сначала они проложили пешеходную часть по центру, и там вот как раз было, вот точно так же. А потом они все-таки разнесли это по бокам. Ну, это мы сейчас быстренько проедем. А это я вам показываю, это начало 20 века, как выглядел Берлин. То есть, уже есть наземное метро. Это то, что пытались построить и в Петербурге, и в Москве. Был такой проект инженера Енакиева и Леонтия Бенуа. Они тоже разрабатывали этот проект. Например, вдоль Кремлевской стены должна была пройти такая линия. Есть макеты и прочее. Но только, единственное, представьте, вот сейчас в центре Петербурга, например, там есть такой рендер, как бы мы сейчас сказали, возле Московского вокзала. Там идет эта линия параллельно, то есть, вы в центре города. То есть, ну, такое, как бы, как Нью-Йорк просто. Хотя вот в Берлине они до сих пор так ездят, и ничего страшного. Это вот у них такая беролина на Александр Плац. Это площадь Александр Плац, названная в честь нашего Александра Первого. И вот я вам хочу сказать, как она выглядела изначально, и что потом с ней пытались сделать. И чуть-чуть сделали. То есть, там вот эти два здания, они чуть-чуть видоизмененные, были воплощены в жизни, да, то есть, было-стало. Это вот немецкий модернизм. Я футболки, которые купил хоть и в Барселоне, но это такой архитектор Мисс Ван Де Роя. Лес из моего, это его символ. А это его, как бы, павильон в Барселоне немецкий, 29-го, по-моему, года. Уникальная ситуация, когда построили просто павильон для выставки, потом его разрушили, но он был настолько значимый в истории архитектуры, что группа каталонских архитекторов его восстановила в 86-м году. Сейчас это один из самых посещаемых вообще центров в Барселоне. Ну и вот мы переходим к моей любимой теме. Я ничего не хочу сказать. Я знаю, что, ну, поскольку мы-то с вами здесь в узком кругу, но когда я это буду вывешивать в интернете, там вот эти вот наши свято верующие, не важно ведь во что, можно в Господа нашего Иисуса Христа, можно в Господа нашего Николая II, можно в Господа нашего Иосифа Виссарионовича. То есть это каждый выбирает себе. Но факт остается фактом. И в СССР, и в Германии параллельно шли гигантоманские проекты архитектурные. То есть у нас в Москве собирались водрузить дворец Советов, такой огромный зекурат с Лениным наверху. И, соответственно, все под это подчинялось. Ну, а в Берлине, естественно, там у мальчиков же надо им помериться, да, определенными частями тела. Поэтому Адольфий Алозович своему архитектору Шпееру приказал построить вот такой Вольсхале, народный зал, где, соответственно, должно было поместиться какую-то, я не помню точную цифру, но неимоверное количество человек. И, в общем, весь город должен был быть переделанным. Вот это вот Рейхстаг здесь, а это Бранденбургские ворота, я их вам еще покажу. Это Тиргартен. То есть, грубо говоря, вот если мы поедем сюда, это мы поедем на юг, туда на север, а это запад-восток. И вот такие вот классические здания. Более того, Гитлер хотел сделать... Да, не было бы Берлина, была бы столица Германия. Она так и называлась, Германия. Туристический центр. Чтобы туда еще и туристы приезжали. То есть, все было на это заточено. Но не надо либо строить, либо войны вести. Вот этот же план. Но это и ось, на самом деле, ее надо вот так вот повернуть на бок, грубо говоря. То есть, это как раз Бранденбургские ворота ведут к этому залу. Вот они. Ну, это вот. Я просто всяких фотографий сюда носовал, чтобы оживить. Это я со своим прекрасным велосипедом. Это мой коллега Серега Яролян. Это мы ездили там на мальчишник. Я как раз намечал маршрут, а они клубились. Но не получилось. У Шпеера это. Почему? Вот потому. Это называется «получите, распишитесь». Мне, как внуку блокадницы и защитника Невского пятачка, все-таки, конечно, с точки зрения гида, так сказать, человека, который пишет книжки краеведческие, на это больно смотреть. Но с точки зрения потомка защитников Ленинграда испытываешь некое такое удовлетворение, глядя на это. Типа, а что вы хотели, ребята? Если вы хотели с нами это сделать, вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Из этого сохранилось только вот это. Восстановили ворота, вот эти пропели. Здесь все перестроено. Здесь сейчас американское посольство. Ну, американцы, естественно, они вот прямо, они в Париже прямо рядом с Пляс-де-Ле-Конкорде, там у них посольство здесь. Ну, наши там порядышком, но у нас тоже хорошее место. Мы прямо на Утро-Ден-Линден, я вам покажу, где это находится. Да, вот с этой интересной колесницей связана Наполеон. Он ведь везде все тырил, как только в Египет придет, все соберет там. И вот он, соответственно, это все дело тоже стырил. Прусаки, когда Наполеон III уже попал в плен, вот это была война, они, соответственно, быстренько водрузили ее на место, эту статую. Вот чудесная фотография. Ну, она такая зафотошопленная, но тем не менее, это уже Бродненбургские ворота с обратной стороны. То есть там мы смотрели с той стороны, а это они с обратной стороны. Вот одна из моих любимых фотографий. Это Жуков, Монгомери, Рокоссовский. Да, причем обратите внимание, что у них висят ордена не наши, не советские. Ну, это вот такая встреча. Естественно, мы общались через переводчика, но тем не менее. А вот эта крайне интересная вещь, это Рейхстаг. И это проект Рейхстага, каким он должен был быть изначально. Не очень, на самом деле, отличается от того, чем он стал. У нас есть две истории, когда у нас сначала во Франции выиграл наш русский Альберт Катаринович Ковоз, русское такое имя, фамилия, план на возведение оперы Горне в Париже. А это выиграл тоже наш такой старославянский архитектор Людик Банштет. Но он, поскольку они были российскими подданными, то пишут, естественно, что это наш российский архитектор. Он выиграл проект, а дальше началось то, что у них не хватило денег, прошло время, и его проект посчитали уже морально устаревшим. И предложили его немножко переделать. А, поучаствовать еще раз в конкурсе. Ну, представляете, какое-то оскорбление какое. То есть он уже все выиграл, вот проект, это же не просто намалевать кисточкой, это же целый расчет. Но он его практически таким же представил и проиграл. Вот это Рейхстаг, а это поле вокруг него после непосредственно боевых действий. И вот это крайне... Это моя фотография, крайне важный момент. Это наш монумент, который стоит. И в эпоху, соответственно, холодной войны это был Западный Берлин. А это уже то, что стало с Рейхстагом. И этот монумент, он поставлен именно в том месте, где должны были сходиться две главных улицы по проекту Альберта Шпейера. И таким самым, тем самым мы как бы поставили вот это, такой замковый камень, что все, никогда этого не будет. Когда вы туда приедете, он как бы стоит в центре парка, по сути. Но это все неспроста. Вот, пожалуйста, видите, Рейхстаг сажают опять-таки. Это, пожалуйста, Ленинград, лето 42-го года, когда все вообще огороды, летний сад, Марсово поле, вокруг, заменить это на Исаакиевский собор, все было засажено капустой, морковкой. Да, есть куча фотографий на самом деле на эту тему. Ну, все в обраточку идет. Ой, сейчас я, извините. Это мы с очередной группой, не помню, какой по счету. Вот, кстати, товарищ присутствует. Да, вот он сидит в зале, с нами ездил. Это уже Рейхстаг в нынешнем его состоянии. И это мои фотографии, которые я делал еще давным-давно, еще в начале нулевых, когда я был в Берлине. И вот обратите внимание, вот надо отдать немцам должное. Они вот это не замазывают. Астрахань, Макаров. Это наш солдат. И это не единственная надпись, есть еще. Они это сохраняют специально. И надо сказать, что, наверное, в этом сила немецкого народа. Ну, потому что, естественно, я не хочу ничего предогадывать, но, кажется, наши бы замазали тут же бы. Ну, потому что какой там... Там тря-ля-ля. Нет, немцы помнят. И, в общем-то, там до сих пор есть определенная рефлексия на этот счет. Но вот за счет этого я их уважаю. Это очень круто. Ставить такие вещи и не стирать. Ну, а вот это... Ну, здесь это я просто хочу вам показать. Это такой памятник. Здесь у нас Гербачев. Это Коля. Где-то там Буш есть. Я вожу. А это как раз здание Арсенала. И там внутри есть три статуи. Ну, во-первых, это Отто фон Бисмарк. Человек, который был в Петербурге. Все про Россию понял. И говорил, вы, конечно, делаете, что хотите. Франция. Но с Россией никогда не надо воевать. Не надо никогда. Он это понимал. Да, он стравливал там нас. Да, он на дипломатическом фронте делал нам всякие козни. Вот у нас был такой Сан-Стефанский мир. Мы закончили русско-турецкую войну. И вроде как все там хорошо-хорошо. Но потом Берлинский конгресс, где благодаря Бисмарку особенно нам сделали козу. А дальше есть еще ряд интересных монументов. Но прежде чем это показать, я вам хочу показать, как изменился Берлин. Это рейхсканцелярия Гитлера. То есть это как бы самое главное здание, где, во-первых, Адольф Иолозович был. Во-первых, обратите внимание на архитектуру. Она такая, несмотря на то, что это классика, она такая очень строгая. Это очень по-немецки. Да, здесь нету никаких вот этих вот финтифлюшек и прочее. Потому что уже мы видим такое, вот уже мы это видим примерно. Да, вот модернизм этот немецкий. Единственное украшение вот здесь. И во-вторых, естественно, это все снесли просто под корень. Там поставили дома, жилые. И теперь на перекрестках стоят вот такие вот таблички. Это вот я как раз показываю. Вот эта же самая фотография. Перчатки, которые я там же и потерял, естественно. Это у меня традиционная история, велосипедные специальные перчатки. А это внутренний двор. И вот я хочу обратить ваше внимание вот на эти две скульптуры. Одна и вторая. Особенно вот на эту. Это голые мужики. Очень сильные. У одного в руках факел, а у другого в руках меч. Но он этот меч-кладенец держит... Опять-таки обратите внимание на очень аскетичный двор. Он прямо такой греческий. Он даже не римский, он греческий. Вот этот персонаж. Он стоит в музее. И немецкий тевтон настолько тевтонский, что он меч держит не за рукоять, а за лезвие. Понимаете? Ну вот без пяти минут герои всегда показываю в одной из... Ну, мой любимый фильм ужасов «Чужие», естественно. И «Чужое, чужие». Это первое. А потом пошли какие-то у него там уже вариации. Там есть такой момент, где выходит какой-то суперчеловек, что-то там делает. Тут он очень похож. Чтобы вы понимали контекст, насколько это преемственное, это уже... Это гитлеровская Германия, а это еще казировская Германия дрельсона. Это скульптуры, которые были у нас в Петербурге на крыше германского посольства, которые потом скинули оттуда. Видите, как концептуально они сходятся? Это братья диаскуры. То есть, если там рядом есть копии римские, они все такие изящные, там такие парни, ну вот, такие на стиле, я бы сказал, то это, ну вот, прямо борцы мэмэй. Даже не стриптизеры. Вот. Ну, естественно, все очень жестко, сурово. Вот это одна из скульптур, которая там стояла. Это так видели концептуально современных немецких богов. Вот немцы, они вот такие. Вот к этому мы стремимся. Мы стремимся к высшей арийской расе, которая вот такая. Я не знаю, я не изучал, но вот это, вот это вот я увидел. Я это опять-таки, я эту тему даже нигде не копал. Я просто чисто, я увидел этот памятник, да, а потом я пришел вот сюда, да, увидел, соответственно, что есть рейс-канцелярия, начал копать, нашел фотографию и потом своим экскурсантам говорю, смотрите, узнаете? На, ну да, ты что, я тебе рассказываю, да. Я не знаю, куда он делся. Скорее всего, не знаю, разбомбили. А может быть, где-нибудь в частной коллекции сейчас находится. Кто его знает? Мы же не в курсе. А вот это на крыше посольства стояло? Вот это стояло у нас на Исаакиевской площади, на крыше посольства в 15-м году, когда была волна немецких погромов, не только в Петербурге и Москве на Кузнецком мосту. Есть, кстати, две версии, на самом деле. По одной из версий ее скинули, и отволокли в мойку. По другой версии, вот, например, Спиридович, в своих воспоминаниях пишут, что они не смогли ее сбить до конца. Я сначала рассказывал, что их сволокли в мойку, потом я рассказывал, что нет, это все байка, что они остались, их просто разбили. А потом, я не помню где, надо мне вспомнить, прочитал, что их все-таки сволокли в мойку. Уже в другом источнике, ну, в котором я более-менее доверял. Может быть, не всю часть, ну, хотя бы часть ее, ну, это же по-нашему, ну, что мы, просто разбить, надо ей что-нибудь сделать. Это просто в 15-м году была эта шпиономания, истерия, мы начали проигрывать по всем фронтам, и великий князь Николай Николаевич младший начал искать, ну, если в Крайне нет воды, то кто выпил, да, мы же все понимаем. Ну, в случае, надо было найти какого-то внешнего врага, вот, нашли немцев, наших немцев. Там многие немцы пытались поменять фамилии резко, там, из какого-нибудь Гугенхаймена-Измайлова. Вот, не всем это удавалось. Ну, потому что, например, директора Петершули, самой топовой школы вообще в Петербурге, для сначала лютерана, потом и не только, там и Хармс учился, я не помню, кто еще, из наших я имею в виду, его просто убили на улице. Он шел, его убили. По одной из версий, просто потому что он заговорил на немецком языке со своей супругой. Человек вообще не при делах. Ну, то есть, ну, да. Так что вот так вот. Ну, это я просто показываю, как любили при Гитлере. А это вот рядом стоит такая скульптура. Это наш скульптор Манезер. Это человек, который делал посмертную маску Сталина. Это человек, который сделал вот эти скульптуры на площади революции в московском метро и так далее. Ее тоже такая есть легенда. Стоял этот памятник. Его отволокли в Германию на переплавку, естественно. И якобы наши люди, которые работали гастарбайтерами на этом заводе, видели дедушку Ленина и не дали его расплавить. Типа как-то его, значит, там... Я не знаю, что они с ним сделали. Это одна журналистка писала. Я вот не верю, скажу честно. Ну, просто зная, как бы, немецкие порядки. Скорее всего, она просто была настолько огромная, что не влезла никуда и просто ничего не... Короче, она там простояла на этих задворках, пока наконец не пришли наши войска, не увидели ее и не поставили обратно на площадь какую-то. Потом она уже в период декоммунизации перекочевала сюда, в музей. Это у нас восточный Берлин. Обратите внимание вот на эту статую. Это Иосиф Иосиф Исарионович стоял на проспекте Сталина, потом этот проспект был переименован в проспект Карла Маркса. Убрали его. Вот такие там были дома. Это были программные дома для ГДР. Очень похоже, на самом деле, тоже на наши советские разные постройки той эпохи. Обратите внимание, что когда они новые и ничем не закаканные, то они прекрасные. Это потом начинается. Сюда мы повесим желтую вывеску носки, здесь мы там что-нибудь отколем, тут мы, да, шубы, тут мы еще, и это превращается в какой-то сарай. А изначально это обалденная, очень строгая, красивая человеческая архитектура. И вот это называется «Веду экскурсию в Выхино», как мне сказали. На самом деле-то мы идем по восточному Берлину, вот именно по этой главной аллее, а ощущение действительно, как будто ты попал, ну вот к нам. У меня мои экскурсанты, Оля и Толя, они в первой группе у меня были, они под конец говорят, поехали, мы тут столик заказали в одном из самых дорогих ресторанов, видовых. Вот, я есть не хотел абсолютно, я просто, они мне нравились, мне хотелось пообщаться. Мы приезжаем, вот, Алена говорит, Оля-то говорит, ой, там, там что-то, пятое место в Трипадвайзере, тра-ля-ля, я тут на велике прям прикатил, ну, потому что Берлин маленький. Вот, и мы тогда поднимаемся, нас смотрят на этот вид, они говорят, что это за вид за такой, я говорю, деточка, это восточный Берлин, а что ты хотела? Тут вот все, вот такое вот, как бы, да. И вот, пожалуйста, да, абсолютно такие в советском стиле фрески, где дружба народов, все вот, как мы любим, но это ГДР, это ГДР, это перенесли сюда, значит, нашего Ильича, это уже рядом с КПП Чарли, это один из тех пропускных пунктов, где люди переходили из восточного, в западный Берлин, в основном, обратно как-то не стремились. Вот это кратко скажу, очень интересная история, это уже западный Берлин, это здание рядом со зданием оперы немецкой, здесь такой монумент, где такой ОМОНовец, прямо кверх рука, кверх ногами держит протестующего. Значит, это уже такая студенческая весна, когда приехал шейх, и студенты, бастовали антиглобализм и прочее, и там во время этой демонстрации погиб один из студентов. И это стало катализатором для вот этого парня и вот этих вот ребят. Значит, это Ульрика Майнхоф, Гудрон Энслин, и... Господи, забыл, как этого звали. Короче, это самая настоящая террористическая организация. Сначала жгли машины, а потом начали устраивать настоящие теракты. Взрывали редакции газет и все такое прочее. И вот это было время веселое в Европе, когда вот этот молодой пассионарный запал выплескивался в такие вещи. То есть, отматываем немножечко назад, я читал в одном из их программных документов, что они среди своих предшественников видят много чего, но главное народную волю. Народная воля, это один из... Это первая профессиональная террористическая организация, они восхищались. И, пожалуйста, их схватили, на самом деле, это журналистка, а эти два человека... Да, и они проходили еще практику в палестинском лагере. Приехали туда, он с двумя девушками, они там загорали и прочее. И мы именно микнули, что вы тут как бы тут у нас вообще-то мусульманские порядки. В общем, тем не менее, они это научились делать. Вот это... Сейчас я посмотрю, что это. А, да. Это очень интересное место. Значит, рассказываю. Здесь был бункер Гитлера. Вот именно на этом месте. Да. Вот я стою тут, что-то 10 минут вещаю. Ну, примерно о чем сейчас расскажу. Идет группа наших туристов с гидом. Подходят. Гид подводит сюда и говорит, а вот здесь был бункер Гитлера. Все такие, а, пошли дальше. Все, конец информации. На самом деле, с этим связано огромное количество историй, но самое, мне кажется, огненное. Мало того, что это вообще сооружение было очень интересно, оно было двухэтажное и так далее. Самое интересное, вот оно. Здоровье молодым. Это Адольф Иолозович со своей невестой. Помните, как ее звали? Ева Браун. Наконец-то, наконец-то ей свезло. Поженились они. Адольф даже, по-моему, пригубил чуть-чуть алкоголя, хотя он не употреблял никогда. Были вкусные консервы, а буквально через день он покончил с собой, она тоже, и их трупы сожгли. И буквально на один день, буквально на один день, главой Германии оказался другой человек. Так, ну обо нем мы говорим. А это, я не знаю вообще, какой гид поведет, это место смерти Розы Люксембург. Да. Ее убили, и надо сказать, чем это чревато было для нас. Когда началась волна красного террора, помимо убийства Урицкого, Володарского, покушения Фанни Каплана Ленина, еще вставили в вино и убийство Карла Либнихта и Розы Люксембург. То есть, например, великого князя Павла Александровича расстреляли именно под этим соусом. Да. А почему? Потому что есть такая площадь у них, Розы Люксембург, и там всякие вот такие надписи, которые, опять-таки, не каждый замечает, но если мы приглядимся здесь, Ленин, Троцкий, да, то есть, всякие цитаты как раз из трудов этой самой Розы Люксембург. Там всегда располагалась штаб-квартира именно коммунистов немецких. Надо понимать, что когда мы говорим о социал-демократии у нас в стране, мы представляем себе Ленина, ну, может быть, Мартова, но тем не менее. Социал-демократы немецкие, они были гораздо более правые, чем наши, потому что как раз Роза Люксембург, для них, ну, то есть, сами социал-демократы их убили. Это крайне интересно, как одни и те же идеи трансформируются в мозгу. Ну, это у меня есть отдельный выпуск, это наш Михаил Глинка, великий композитор, который, как это непарадоксально звучит, умер в Берлине. Немногие об этом знают. И там есть Глинка-штрассе, которая так и называется. Она раньше называлась Канониня, Канонион, Штрассе, но Канонион это, соответственно, пух-пух. А когда после войны была история с демилитаризацией Германии, то вот переименовали в Глинку. И там, во-первых, висит такой барельефчик, и рядом там за углом есть мемориальная доска, что на этом месте стоял дом, где он умер. Ну, а это я просто сфоткал на одну из экскурсий, тоже один из экскурсантов, вдохновившись моим опытом, взял с собой велик такой же, и вот я вот его здесь присобачил. Вот это наше посольство, и здесь висит такая малоприметная доска, которую никто не читает, посвященная нашему канцлеру Горчакову. Естественно, он жил не в этом здании, это здание уже советского периода, а в предыдущем, но тем не менее, она повествует о том, что отсюда он много чего хорошего и полезного сделал. И, вы живы, да? Норм? Я так просто скачу. Это Вильгельм Пласт, где стояло, вот, если взять наших, всех вот этих вот, Киселевых, Соловьевых, помножить на 20 и переместить в Германию, то мы получим из себя министерство пропаганды, возглавляемое Геббельсом. Располагалось оно на Вильгельм Плац, вот как раз и показываю, где оно стояло. И вот это мастер-класс, как победить, как собственный народ научить правильно мыслить. Значит, это сейчас у нас есть интернеты, телевизоры, всякие Павла Перца могут вам что-нибудь рассказать, другие люди расскажут то, что наоборот Павел Перец никогда не рассказывает. А раньше главным источником было радио. И поэтому министерство пропаганды раздавало радиоприемники бесплатно. Как вы думаете, пользовалось ли это популярностью населения, да? Айфоны на халяву раздавать? Ну, конечно же, а когда у тебя есть радиоприемник, в него можно рассказывать то, что тебе нужно. Таким образом, вся страна была околпачена. Вот, видите, человек слушает радио, у него на стене портрет Геббельса и портрет Гитлера. Вот он наш красавчик прекрасный, счастливый семьянин. Его супруга, прежде чем этого оставляем, да, это старший сын всех остальных, во-первых, они все названы были по именам, именами, букв которых значились в названии Адольф Гитлер, во-вторых, она прежде чем покончить с собой, она их всех убила. Дала им каждому по капсуле с ядом, сказала, что я не хочу, чтобы они жили при этих поганых коммунистах. И Адольф, ой, Геббельс устроил выставку, выставку прямо на Центральной площади, где показывал быт Советского Союза. Они собрали там все самое-самое-самое. Я, кстати, хочу сказать, что и такое тоже было, но это же, как бы, понимаете, ведь правда она бывает разная, можно показать Америку через какую-нибудь там убитую деревню под Детройтом, а можно через Бостон, ухоженный и приятный. Так же, как Россию можно показать через Москву, где, я не знаю, все круче, чем в Нью-Йорке, а можно поехать под Вологду и там просто вот такое. Поэтому, вот, видите, вот, это все снималось в Белоруссии, такая пропагандистская абсолютно выставка, вот такие вот лица специально, вот, ну, то есть, чтобы они понимали, против какого вообще быдла, против каких недолюдей мы воюем, да, то есть, мы же несем цивилизацию в этот мир. Вот этот павильон, который прямо перед, это, кстати, на секундочку, протестантский храм, хотя выглядит как католический, танк они нас туда присобачили, и этот павильон, кстати, подожгли, подожгла группа немецких товарищей, которые потом были казнены. Ну, это так просто, я поставил, во-первых, вот нашел такой магазин замечательный, да, а это я показывал, я делал пост о том, что нашел турник, но вот эта перекладина, она абсолютно неудобная, она больше размером, и у нее нету диаметра, и у нее нету такого, знаете, покрытия, чтобы у тебя руки не скользили, поэтому хорошо, что там мне дали эту, не мел, это как там не талька, а как называете, магнезия, магнезия, да, вот это прекрасное место, это уж я просто там вам дам лайфхак, у меня там кто-то был на самом деле, но вот я, когда в начале нулевых там был, я там позавтракал, дело в том, что там есть ресторан, который поворачивается, то есть вы туда попадаете, и вот он вертится вокруг собственной оси, это очень круто. Ну и вот история просто на миллиард, и у меня есть об этом отдельный выпуск, но я расскажу вам буквально вкратце. Перед Трептов парком я где-то вычитал, что там раньше была мемориальная доска, ну там есть же у нас, значит, было несколько таких подвигов, как у Масалова, который спас девочку. Здесь тоже был отображен один из подвигов, висела мемориальная доска, но, к сожалению, поскольку это был такой случай дебатируемый, то один из немецких журналистов сказал, что раз это случай дебатируемый, эту мемориальную доску нужно убрать. И я об этом рассказал в одном из выпусков. В какой-то момент я приезжаю туда и вижу вот такое. Здесь по-немецки написано, вот что как раз Трифон Лукьянович совершил этот подвиг, точно так же, так как он, в отличие от Масалова, он погиб. Я смотрю и думаю, ничего себе. И тоже, как бы, делаю об этом пост. И тут выясняется, что оказывается, мой выпуск увидел сын одного из тех людей, с которыми я общался тогда в Германии. и они со своими корешами, вот он сделал трафарет, нанесли, вот сделали такую штуку. Ну, с точки зрения законов, это вандализм, но пока там находится. Вот это была вообще какая-то пивная реклама. Они его так вот переделали, то есть нанесли вот эту надпись. И это, конечно, очень круто, на самом деле, для меня, потому что я вот своими экскурсиями, ну, вот сподвиг людей на такое дело. Да. Вот это он, как раз, это они вот какого-то крокодила нарисовали на стене до этого, просто, чтобы понимали. Ну, а это вот тот самый Трептов парк, это совершенно с ног сшибательное место, я бы хочу сказать, там действительно энергетически заряжено так, что мама не горюй. Ну, вот, конечно, не так, как на Пискаревском кладбище, но не хуже. То есть вы приходите, пространство, немцы очень ухаживают, там вот каждый раз я приезжаю, там какой-то ремонт происходит, все идеально чисто, людей, как правило, очень мало туда. Если вы встречаете кого-то, то с вероятностью 70% это наши туристы. То есть ты слышишь какую-то речь, это вот мы с одной группой, это вот мы там с одной группой, с другой группой, вот такой монумент. Все очень концептуально продуманно, то есть вы проходите через эти как бы пропеллии туда, к этому памятнику. В общем, крайне рекомендую. Вот такая вот аллея. Тут причем это, по-моему, это березы. Они вот такие специально сделаны, они склонятся, склонившиеся вот так вот друг к другу. И это тоже очень здорово. Это я вам хочу показать, причем это тоже моя фотография, только она из Копенгагена. Значит, что такое немецкий протестантизм? И вообще не немецкий, а в принципе протестантизм. Это Ганс Христиан Андерсон, а это братья Гримм. Абсолютно, вот вы пройдете мимо и даже не заметите эти могилы. Ну, то есть никаких вам ни скульптур, ничего. Вот очень скромненько, тихонько. При том, что братья Гримм, они же, помимо того, что они великие сказочники, они еще большие реформаторы немецкого языка. Вот это тот самый Мисс Вандеро, к сожалению, на ремонте находился, находился эта новая национальная галерея. Она уникальна тем, что вы, когда заходите сюда на первый этаж, вы приходите в музей. Естественно, первое, что вы видите, чего-то вы видите. Вы заходите туда и там абсолютно пустое пространство. Вся эта территория, она абсолютно пустая. И только в центре небольшая такая ресепшн. Это его задумка, чтобы вас настроить на правильный лад. То есть вы заходите, вся экспозиция потом начинается внизу. И это очень круто. И там нету ни одной колонны. То есть, абсолютно пустое пространство. Вот эта крыша, она в специальной конструкции была сделана, поднималась несколькими данкратами и туда сажалась. Вот это одно из его программных произведений. Ну, это так, я оставил типа наши всякие. Вот видите, это хот-дог. Ну, вот с искусства уличное. Не придерешься с одной стороны, но понятно. Это не музей немецкого сопротивления. Немцам очень важно показать, что и они чего-то там против Гитлера вякали. И действительно, они вякали, но вот именно вякали. То есть, такого, конечно, массового движения не было, абсолютно. Но, тем не менее, как бы, он есть. И основная экспозиция посвящена вот этому персонажу, вот этому. А это я поставил, потому что был замечательный фильм «Операция Валькирия», где вот этого Клауса Шенка фон Штауфенберга играл Том Круз. А это ему памятник. Вот все время они вот любят вот их несчастных голеньких изображать. Ну, это не я так придумал. На самом деле, его расстреляли здесь же и не голым. Буквально в двух словах. Это июльский заговор 1944 года. Штауфенберг, он был вообще героем войны. Он подорвался на мине в Африке и он лишил, то есть у него вообще было, отсутствовала кисть одной руки, а у второй только два пальца. Но он был вхож к Гитлеру и, соответственно, он первый раз, когда к нему бомбу подкладывал, было неудачно, а второй раз ему подложил, но там этот чемодан отодвинули и никто не знал, убит Гитлер, не убит. И поэтому часть восстала, часть не восстала, их быстренько перехватали. Но дело в том, что нам, советским, русским людям, не надо воспринимать этого человека как союзника. Он восставал против Гитлера по причине того, что он понимал, что Германия заходит в тупик. То есть там в их же кружке потом были планы скооперироваться союзниками и довести и войну, если не до конца, то хотя бы какую-то часть, то есть оставить, то, что завоевано, оставить. Но действительно Герои войны, и надо сказать объективно, вот этот фильм я крайне рекомендую посмотреть, он очень неплох и даже редкий случай там историческое полотно более-менее сохранено. Ну, естественно, там все спрессовано, потому что невозможный долгий процесс. И главное, там типажи очень круто подобраны. Ну, вот Круз, он там действительно на него похож, и все остальные вот эти вот участники заговора тоже на него похожи. Ну, и, соответственно, основная экспозиция, она вот там вот. Гитлер этих членов заговора, остальных, он приказал повесить на рояльных струнах. Это для того, чтобы они дольше мучились. Снимать это на кинопленку и потом ему показать. Вот что было у человека в башке, конечно. Я иногда просто поражаюсь. Ну, понятно, что у него и без этого есть чему поразиться, но вот так вот, да, представляете? Удивительная личность. Так, это музей Баухауса. Это то, как раньше выглядела площадь с этим храмом, который разбомбили. Там осталась только часть Вильгельма, церковь. Ну, и напоследок, вот, да, наш экскурсант. Реальная действующая водокачка, но только единственное, что там пришлось несколько раз вот так вот поделать. То есть, делали-делали, и потом реально оттуда пошла вода. Ну, а это моя любимая история, которую я хочу финализировать. Значит, это, если вы из Петербурга узнаете, да, это коник лотта, который на Ничковом мосту. Дело в том, что это единственный, точнее, первый случай экспорта нашей культуры на Запад. Ведь Россия, мы же всегда догоняющие, да, ну, всегда так было. И поэтому сказать там в 19 веке какое-то там русское искусство, кому оно нафиг надо? Но, тем не менее, вот фон Клот вылепил такие удачные скульптуры, что их сначала подарили неполитанскому королю, а потом в Пруссию отправили. И они стояли в самом центре возле дворца, потом дворец разрушили, а их перенесли вот в этот вот Клейст-парк. Здесь находился суд главный при Рейхе, а потом после войны здесь заседал Координационный Совет Союзников, куда собирали все представители, ну, а когда началась холодная война, то мы туда не являлись. И вот вот эти вот лошадки, и что интересно, это мои фотографии. Обратите внимание, вот это я снимал в начале нулевых. Потом приезжаю, а это у меня такой просто ритуал, ритуал. Вот приехать в Берлин, поехать в Плясть-парк, так сказать, поклониться таланту нашего замечательного архитектора, приезжая. их нет. Пустые, пустые. Я думаю, мамочка. Но я тогда подумал, наверное, на реставрацию отправили. И действительно, их вернули, но сейчас они опять патиной покрылись, а я их видел еще в состоянии, когда они были абсолютно вот в таком чистом виде. и есть отличия. Вот у нас на мосту вот этой уездички нет, а там они ее туда вставили. Я не знаю, был ли это замысел архитектора, смысле скульптора, или нет, не могу сказать, не изучал вопрос, но это выглядит очень круто. Ну и, собственно, вот. Это я качусь потрясто в парку на велосипеде. Значит, финализируя, в Берлине все гораздо дешевле, чем в Париже, допустим. Поесть можно вообще там вот в индийском ресторане мы ели там, по-моему, 7,5 что ли евро стоил обед. Такой, что ты прямо вот это встаешь и не отрежешься. и не оторваться. Все достаточно удобно, но с точки зрения какой-то вот культурологической насыщенности для нас, конечно, не так, как во Франции, потому что во Франции вы приезжаете и все такое ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля и все, вы просто ходите с такими глазами вокруг, да, и не замечаете ни этих, ни арабов, ничего. В Берлине с арабами все тоже нормально, да, с турками, в частности, но как-то вот он абсолютно новодельный по понятным причинам. И если Берлин это самый такой прогрессивный, веселый город, ну, какой-то живой, да, то я могу себе представить, что же тогда во всех остальных городах Германии, потому что я знаю многих людей, которым в Германии очень хорошо, потому что там чисто, все такое прочее, хотя я-то там не жил и не собираюсь и вообще в моих мечтах таких не имею, но у нас был случай, как раз, когда мы были с коллегами, мы ехали в аэропорт обратно на автобусе, я захожу и там женщина едет с мужчиной, и она на меня смотрит, говорит, Павел, а я ваш канал смотрю, у меня такие, говорит, ты ей сколько заплатил, чтобы она тут этот перформанс устроила, что ты выпендриваешься перед нами, и она давала, и она давай, короче, а у нее муж немец, она сама русская, я ее так спрашиваю, говорю, знаете, вот мне тут говорят, что типа уже немецкое качество не то, ну мы знаем, это по автомобилям, по современным, да, немецкий автопром уже все, да, и по всем остальным, и как ее прорвало, говорит, да я, вот даже вот сейчас мужу скажу немецкое качество, он будет смеяться, но что самое больше меня умилило, вот я-то в основном пользуюсь внутренним транспортом, ну там всякими электричками и прочее, немецкие поезда могут не прийти вовремя, например, это мне рассказывали очень многие люди, для нас это звучит дикое, то есть как это, потому что немцы, это что, это порядок, да, это вот все, если ты будешь переходить пустую улицу на красный свет, и сзади будет стоять какая-нибудь немецкая бабушка, то она просто просверлит тебе затылок своим взглядом презрительным, как это так, это определенные подвижки есть, не могу сказать, что в лучшую сторону, но я брал интервью у немецкого консула здесь, в Петербурге, еще когда журналистом работал, и я его спросил, а вы знаете такую поговорку, что русскому хорошо, то немцы смерть, он тут заржал, сказал, да, я знаю, и это абсолютно правда, да, это абсолютно так, и действительно, и я вот, когда ты ходишь по этому городу, ты сразу вспоминаешь вот эти все истории во время Второй мировой войны, благодаря чему мы вообще эту войну выиграли, потому что, ну, например, вот Гудериан, ну, то есть немцы нападают на Советский Союз, у них есть карты с дорогами, и они думают, что это дороги, ну, то есть, ну, на шоссе главное, ну, по идее, для немцев, что такое главное шоссе, это хорошая такая, ухоженная дорога, и когда Гудериан писал, что у него там танк чуть ли не по башне, в грязь вошел на этой главной дороге, вот тут у них как-то что-то заказали смутные сомнения. Или, например, я смотрел документальный фильм, причем не наш, по-моему, BBC-шный, где они брали интервью у какого-то нашего ветерана, он армянин был, и он рассказывал, что, ты знаешь, вот под Сталинградом мы освоили отличное, говорит, оружие, саперная лопатка, мы, говорит, мы их вот так вот натачивали, голову, говорит, сносит, просто на раз, и я вот представляю этих охреневших немецких солдат, на которых, значит, выбегают наши парни с этими саперными лопатками и просто им отрубают нафиг бошки. Ну, потому что, добро пожаловать в реальность. Немец, это такого никогда не додумается. Никто там не будет натачивать лопатки, да, они, они изощрены в других вещах, но тем не менее. И поэтому, когда я попадаю в Берлин, у меня все время двоякие чувства. С одной стороны, я человек современный, будущный, и я вот как раз не из тех, кто, знаете, вот у себя на странице ВКонтакте, каждый день постят про великое достижение наших солдат, траля-ля. У меня, вот реально, ко мне друзья такие стучатся, это называете аккаунты Каски. Вот ты залезаешь к нему, а у него все про войну. Вот все, ну, я понимаю, это важно, надо помнить, да, но вот дед мой, например, ни слова про Невский Пятачок не сказал. Я уже когда позрослел, там, ну, я сначала все по брикушками играл в детстве, медальки какие-то, да, а потом, когда уже подростком стал, я начал его доставать. Я говорю, деда, а что за Невский Пятачок-то? А он ни слова мне не сказал, ни слова. Бабушка очень плавно меня подводила к блокаде, в детстве просто пенталь давала за хлеб, да, уроненный или прочее. Ну, а когда я стал взрослым, она уже стала там рассказывать какие-то другие вещи, но тоже очень дозировано, потому что эти люди, они понимали, что это такое, да. Поэтому я когда встречаю вот этот вот абсолютно диванный уропатриотизм, ну, это просто сублимация, мне кажется, каких-то нерализованных вещей. У меня был случай, я ходил в магазин, а вот этот велосипед, он складывается очень удобно, и он представляет собой как коляска. И в Германии, естественно, с этим вообще нигде проблем, ты и в транспорт с ним ходишь, и так далее. Я ходил в какой-то магазин, и я вот так вот подводил. И там, значит, а я почему так делаю, потому что у меня пять велосипедов украли, а в Германии, и вообще в Европе, туда из Польши приезжают целые микроавтобусы, и они просто по ночам это все срезают, и грузят, и увозят, и продают. Да, это абсолютно нормальная история. Поэтому, а для меня это основной транспорт, поэтому, естественно, я его везде с собой вытаскаю, везде. Ну, где можно, потому что там вот я выяснил, что в арсенал его нельзя, поэтому я туда без велосипеда ходил. В магазине ставлю, и подходит какой-то мужик, и мне говорит, что типа на велосипеде нельзя. Я говорю, это не велосипед. Я вам говорю, что нельзя. Я говорю, окей, хорошо. Ну, я же человек русский, поэтому, естественно, у нас еще день я опять туда поперся с велосипедом, потому что, ну, что. Он опять ко мне приходит, и он мне говорит такую фразу, говорит, в моем магазине я не допощу этого. И я на него смотрю, говорю, Гитлер, капут. Надо было видеть его лицо. Короче, да, он побелел, покраснел, он просто, он как бы такой, знаете, ну, мне было так хорошо. Мне было так хорошо, я стоял и наслаждался этим зрелищем, и такой по-русски, говорю, ну и что? Он понял, что я, ну, то есть, он до этого, он действительно не был, он просто развернулся и ушел, как бы пылая, я чувствовал просто этот огненный след, который за ним. Ну, я скажу честно, я так один единственный раз поступил, у меня было несколько таких желаний, но я так поступил только один раз, потому что все равно я, конечно, немцев уважаю, уважаю за очень многие вещи, которые нам, русским, недоступны, за то, что они смогли так восстановить свою страну, но поскольку, еще раз, я человек со всех сторон русский, из бабушкиных, из мамушкиных, и вот я, у меня и в семье есть ленинградские истории, то я вот, когда туда приезжаю, есть у меня немножечко такое, типа, ах вы, вот такое немножечко есть, да. Поэтому это вот то, что я вам хотел рассказать, ну это мой такой вот авторский взгляд, рассказ и прочее. Я уже говорил в предыдущей лекции, что у меня просто есть куча картинок, поэтому иногда хочется показать. Есть ли у вас какие-то вопросы ко мне? Друзья мои, меня часто спрашивают после лекции, куда задонатить. Не надо никуда донатить, смотрите просто так. Я предпочитаю, чтобы вы, уж если и хотите меня поддержать в чем-то, то у вас есть возможность, например, купить мои книги «Путеводитель по Невскому, Невский с перцем», либо мой остросоциальный триллер «Роман Корень». Это можно сделать на сайте, ссылку на который я укажу в описании под этой лекцией. Несмотря на жутчайшие морозы, которые настали в городе Санкт-Петербурге, тем не менее, я раз в неделю все равно вожу экскурсии. Если у вас есть интерес и определенная доля мужества, можете присоединяться. Также я размещу внизу ссылку на скачивание презентации. Ну, не знаю, мало ли кому-то из вас она понадобится, чтобы более внимательно рассмотреть картинки. Пожалуйста, пользуйтесь. Большое спасибо мини-отелю «Прайд», который находится на Казанской улице и который предоставил нам это помещение. Если вы хотите приехать в Петербург и ищите себе достойное место для проживания, то, пожалуйста, опять-таки ссылку на него вы найдете внизу. Тогда все, друзья мои. спасибо за внимание. До следующих встреч. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.